Друзья, всем привет! Наконец-то снимаю пустые баночки, заключительные в этом году. Уже хочу с ними расстаться, навести порядок. Хоть ещё и впереди рабочая неделя, но уже как-то хочется поскорее, поскорее, чтобы праздник. Отдохнуть, набраться сил. Заранее прошу прощения за свой голос. Я простыла, я уже неделю болею, но не сдаюсь. Итак, приступим. Банок, как всегда, дофига. Давайте начну с разочарования. Ну, почему бы нет? Что мы сразу с хорошего? Сахарный скраб, придающий сияние от L'Oreal. Попробовала один раз, и мне было достаточно. Я всё про него поняла. Он вот такой коричнево-рыжий. В общем, цвет уже непривлекательный. Ну, запах... Ну, неплохой, как бы это, фруктовый, не знаю, медовый. Это не важно совершенно в этом случае. Лицо после использования остаётся таким же оранжевым. Под этим подразумевалось сияние или что, я не знаю. В общем, окрашивает лицо в жуткий цвет. Он маслянистый, смывается всё это долго. Потом у меня было и полотенце такого цвета. И, ну, какое сияние? Ну, какое вообще-то, не знаю. Там такое описание богатое и интересное, но ничего не делает. Не знаю, не рекомендую. Даже напишу пост, постараюсь, про то, что вот в этих пустых баночках про моё зачарование. Например, следующее разочарование, о котором тоже хочу поговорить и написать в Инстаграм. Купила по отзывам. Всё в том же приложении. Да, это когда была в Минске, потому что потом после Минска я же делала ещё один заказ белорусской косметики. Нашла сайт, рассказывала в предыдущих видео. Кстати, предыдущее видео про мою коллекцию мыла почему-то вообще никто не смотрит. Мне кажется, это так интересно. Или это я просто стала фанатом мыла, а другие люди нет. Ну, в общем, если любите мыло, то посмотрите предыдущее видео. Итак, купила по отзывам. Там сравнивали этот тон. Честно, не помню ни к девушке, я не хочу её обижать. Но меня зацепило то, что она сравнивала этот тон с тоном от La Prairie, который стоит 10-15 тысяч, не знаю точно. И вот этот вот там за 100-150. Ну, я не ждала, конечно, чего-то на результат, который тянул на 15 тысяч рублей. Но просто думала, что классный. Например, как розовый, вот, тоже, по-моему, Двитекс, да, писала тоже про него пост, Бибикре, фотошоп. Он прям вообще невероятный. И многие тоже, конечно, послушали меня, как я говорю, что он мне похож на Эрбориан, но не заметили. Поэтому тут как бы сложно. Вот мне кажется, что это аналог. Вот кому-то показалось, что это аналог La Prairie. Короче говоря, у него жуткий оттенок. Просто жутчайший. Лично для меня, возможно, для кого-то он будет шикарный. Так, сейчас положим. Не знаю, что там видно на камере, но он довольно тёмный. Он довольно оранжевый. Как-то не тушуй, всё равно будет очень сильная граница. И, ну, я лично светлокожая. Может быть, он будет прикольный, не знаю, под загарный. Нет, мне покрыть его не понравилось. Он какой-то... Ну, ни о чём. Для меня ни о чём. Поэтому я с ним прощаюсь. И не могу вам его порекомендовать. Водичка от Уриаж. Мне кажется, что она у меня на первом месте. Возможно, что-то было ещё, что мне понравилось. Но последний, мне кажется, год-два я пользуюсь только Уриаж. Пробовала и от Эвен, и я самая. И что-то ещё было такое, там, французское, мне кажется, или итальянское. Я, по-моему, в подружке покупала. Я такая была средняя цена. Не очень дешёвая, не очень дорогая. В общем, много что было испробовано. Авен мне вообще не нравится. Авен? Нет. Да, да. С оранжевыми буквами. У некоторых мне не нравится распыление. У некоторых я чувствую... Там вроде нет запаха, но всё равно есть какой-то, знаете, вот ингредиент. Тут-то всё просто. Нормальная вода Уриаж и нитроген. Это инертный, экологический, чистый газ. В некоторых что-то есть, вот что-то я чувствую. Запах какого-то железа. Понятно, что это, может быть, так и должно быть, но... В общем, этот вариант для меня лучший. Больше всего мне нравится. Обожаю, обожаю, обожаю. Тушь. Тоже белорусская. Пышные реснички. Белорис. Ну, просто легенда. Ну, легенда. Мечтала несколько лет её попробовать в Москве. Не попадалась мне, честно говоря. Кстати, маникюр у меня тоже ужасный. Но я сейчас сниму это видео и буду собираться... Собираться. Собираться в салон пойду. Это, знаете, так интересно. Я вообще записалась на 30 декабря. Думаю, ну, как раз при встрече с подружкой. Перед Новым годом. Просто в этот день, да. Потом мы планировали погулять с подругой. И думаю, ну вот, значит. Днём схожу. На маник. Нашла даже местечко. Потому что это я пару недель назад записывалась. Но тут я поняла, что мои ногти не выдерживают. Они уже в ужасном состоянии. У меня один треснул. Меня это жутко бесит. Я не могу терпеть. Хоть и болею. Пойду, пойду. Красота требует жертв. Только не знаю, какой цвет хочу. Ногти. Ну, как бы нет. Я к тому, что ещё до Нового года 7-8 дней. Ну, за 8 дней у меня обычно всё хорошо держится. Всё пролезает. Вот уже на третью. Третья-четвертая неделя. Иногда, да, бывает. И четыре недели хожу, когда не успеваю. Вот тогда уже, конечно, видно. Ну, в общем. Тушь. Пышные реснички. Легендарная. Мечтала. Купила тоже в Минске. Взяла сразу много. Да, и маме дала. И, в общем, всем раздала. Поначалу мне было непривычно. Потому что не самая удобная щёточка. Ну, как мне кажется. Вот это какая-то полуложечка, полу-что. Но потом я приноровилась. Как-то у меня просто, видимо, было не с руки. Приноровилась. Она очень классная. Но за свои деньги я не знаю другого аналога, честно. Она стоила... Не помню точно. Но, допустим, это 150 рублей. Можно посмотреть в интернете. В любом случае, в Москве, я уверена, что... Я заказывала на сайте, который нашла, опять-таки, в предыдущих видео. Beloris.ru, по-моему, называется. Мне кажется, что там есть эта тушь. Я уверена, что ещё миллион сайтов есть с белорусской косметикой. Ну, вот. Хорошо она прокрашивает, хорошо удлиняет, хороший объём, хорошо наслаивается. Она... Что меня удивило? Она очень стойкая. К концу дня всё идеально. Несмотря на то, что сейчас вообще со многими тушами могут возникать проблемы. Это как сильный перепад температуры, да? Вы, например, там, заходите на работу, там, плюс 25, например, да, в помещении. А на улице минус час 10, там, 15. И, конечно, из таких перепадов, вот, например, тушь от Benefit вообще не выдерживала. Она сразу расползалась, растекалась, начинала таять. Поэтому стойкость супер, ничего не отпечатывалось. И сколько бы я с этой тушью не проводила времени, 5 с плюсом. Умывалка Secret Nature. Персиковая, запах у неё приятный. Мелкие частички, но её можно использовать каждый день, эту умывалку. Что удивляет в ней, это насколько она экономичная. Это, знаете, вот купить один продукт и потом год пользоваться. Я пользовалась где-то 6-7 месяцев. Там ещё, мне кажется, на пару недель есть, я просто уже не выдержала. Попробовала мыло от Organic Shop. Сначала подумала, ой, ну что-то дороговато стоит. Но мне так не хватает Buston Body Works. Никак не могу доехать в Химке. Знаю, сейчас в Тёплом Стане открыли. И скоро должны в Менге Белая Дача. Но, возможно, что на праздник доеду. Если доеду, обязательно куплю себе большой запас этих пенок. Ну, в общем, я просто зашла в Organic Shop и увидела вот новую серию. Какая-то Bio Hand, в общем, всё. Планета, органика, Turbo Berry. Да, вот, кстати, новая серия, это Turbo Berry. Я покупала наборчики прикольных подружки с кремиками, подарочные. Ну, в общем, хорошая серия. Пенка очень понравилась. Обычно они неэкономичные и быстро заканчиваются. Но в этом случае нет. Прям несколько месяцев пользовалась. Аромат классный. Это у меня что было? Господи, уже забыла. Японская земляника. Там есть и облепиха, и виноград. Обязательно повторю. Гель на душу. Франжепани от Balea. Ой, это Исана. Просто дизайн Исана и Balea для меня примерно одинаковый. Пахнет нежно, приятно. Обычный базовый гель за просто копейки. Покупался в Германии. Где купить в Москве, не знаю. Вот видела, что соль Knife, которую я очень люблю. Про это сейчас в Литуале. Можете вбить в интернет-магазине. Knife. Вот эти всякие шипучки интересные. Вот их завезли. Молодцы. Будем надеяться, что все остальное скоро привезут. Спрей для фиксации макияжа от Urban Decay. Деслик. Ну, ни о чем. Совершенно вот он обычный. Не знаю, такие ему оды все поют. Так у всех невероятно с ним держится макияж. У меня все обычно держалось. Меня жутко бесит его запах отвратительный. И он такой, знаете, чуть липковат. И, видимо, за счет этого и достигается эффект суперсклеивания макияжа, да, и суперстойкости. Ну, не знаю. Тут, на самом деле, где-то вот столько еще осталось, но уже невозможно. У меня сто лет стоит этот спрей. Уже не могу. Куда дальше? Соль у меня была такая красивая, приятная. Просека пати с белым виноградом и персиком. Ну, очень красивая. Ну, очень красивая. Просто вот дизайн – это нечто. Цвет был тоже такой персиково-красноватый в ванной. Запах классный. Плюс еще была пена. Best of the best. Это тоже мне одноклассница привезла из Германии. Too Faced. Прощаемся мы с этой палеткой. Ей я даже не могу вспомнить и предположить, когда она у меня появилась. Мне кажется, в начале вообще того, как я начала снимать видео на YouTube. В общем, ей лет 7-8. Это как бы вот 100%. Уже давно таки не продаются. Я помню, что после того, как я ее купила, буквально через год, через два вывели вот этот дизайн. Natural Eye. Есть отделение. Ну, вот сами тени. Я добивала, как могла, честно. Последние пару месяцев я думаю, так, надо прощаться, но перед этим надо как бы максимально ее использовать. Вот это тот максимум, на который я способна. К сожалению, не все тени здесь идеальные, прекрасные. Какао Пав для меня лично очень рыжий. Он какой-то медный, такой прям некрасивый цвет. Это, ну, просто одни крупные блестки. И они осыпаются сильно и могут попасть в глаза. Ну, вот видите, прям слюда какая-то. Мне понравилось. Золотой красивый я им пользовалась. Эротикой пользовалась. Пушап пользовалась. Ну, этот, видите, тоже любил. Этот вообще ни о чем, просто как мел. С экспресса не знаю. Не люблю такие. Для меня темноват. Вот. В общем, было у меня вот пять цветов, которым из девяти. Пять я любила и пользовалась. Но уже просто поменялось немножко качество, конечно же, формула. Считывая, что я долго им пользуюсь, и они долго лежат. В общем, прощаемся. Но я считаю, что они нормально отслужили. И все хорошо. Не так, что я там год назад купила и уже выбрасывала. Они со мной были долго. Тоник для лица. Покупала, заказывала на iHerb. Он классный. Называется. Виккинсон свитч. Вот. В общем, тут много чего много написано. А, он хороший. Он хорошо помогает от прыщиков, от всего-всего такого противного. Но я, к сожалению, не могу принять эти ароматы, этих тоников. Их много на iHerb разновидностей. Внизу будет тоже ссылка на видео про заказы. Я там показывала. Вот есть другой. Подвид от другого бренда. С ароматом цитрусовых. В общем, с добавками еще можно вытерпеть. Когда чистый. Тут, по-моему, тоже есть гамомелис, если я не ошибаюсь. Может быть, нет. Ну, в общем, очень специфический аромат, который сложно долго терпеть. Но, вот видите, лица и тела против всяких бякак. Ну, и здесь 4,73 милитра. Я просто уже не выдержала. Не могу этот аромат терпеть. Еще одна палетка, с которой я прощаюсь. Я взяла Dior. Да, это с тех времен, когда мы с мамой просто... Я, когда еще не работала. У меня было, не знаю, 14-13 лет. Мама мне эти палетки прям покупала. Знаете, как за хлебом сходить. И сама их покупала много. И мне их покупала. И мы такие все были в Dior. На глазах. Но, вы знаете, сколько лет уже прошло. Уже и я сама себе могу купить палетку Dior. Но нет, никакого жила. Иногда тянет. Наверное, бывают лимитки. Думаю, да, надо. Но потом вспоминаю про то, что у меня есть. И то, что меня совершенно не радует. Возможно, сейчас формулы поменялись. И тени стали эти более качественные. Но то, что вот есть у меня из этих залежей красиво. Выглядит-то просто бомбически. Ну, мало того, что они все между собой очень похожи. То есть такая палетка, знаете. Ну, вот, три цвета. И когда уносите на глаза, особой разницы нет. Знаете, три хайлайтера таких. Роли смотрятся красиво, но все равно не то. Когда я наношу потом даже какие-то бюджетные тени от Kiss New York, все равно выглядит круче и насыщеннее. Не знаю. В общем, может быть, сейчас они стали лучше. И может быть, я куплю себе когда-нибудь там. Мне прям зацепит палетка Dior и скажу да. Но пока у меня мнение про их качество не очень хорошее. В общем, прощаюсь с ней. Надоело уже безбожно. Я реально на протяжении прям нескольких месяцев только ей красилась. У меня этот макияж уже сидел в кишках. Вот это вот сияние, мерцание. Но это тоже максимум того, что я могла сделать. Ей уже много лет она свое явно отслужила. Тут опять какой-то жуткий, жуткий, жуткий темно-коричневый цвет, кроме я не пользовалась. Ну, четырьмя вокруг пользовалась. Ну, так, что поделаешь? Ой, прошу прощения. Все, конечно же. Конечно же, это простуда. Далее. Swiss Image. Не знаю, как правильно называется. Швейцарский бренд, который продается в подружке, в аптеках. Много где можно увидеть. На сайтах, мне кажется, я видела на Wildberries, что-то на зоне. Дневной крем против первых признаков старения. Значит, 26+. Ну, у меня как раз 26. Все хорошо и нормально. Так, здесь 50 миллилитров. Ну, не знаю, правда написано, что искать в Швейцарии. Импортер, да, московский. Непонятно. Непонятно почему. Потому что эта баночка стоит, ну, в разных местах по-разному, ну, 200-300 рублей максимум, да. То есть это даже не доходит до, не знаю, до тысячи точно не доходит. В общем, супер бюджетный. Мне понравился. Я использовала не до конца, потому что очень много продуктов. Надо заканчивать, добивать. И есть более дорогие, которые жалко. Вот использую вот столько. Ну, я считаю, что как бы... Здесь 50 миллилитров. Ну, 20 я точно использовала. Очень понравился. Как такое лёгкое маслице. Он тает прям. Хорошо впитывается. Ну, не очень быстро. Хорошо помогает при сухости. Я не знаю, значит, старение. Но мне по качеству, по качеству он очень понравился. Прям вот очень. Классный крем. Не знаю. Просто сейчас стоит несколько наборов Кадали, Пайо. Сейчас хочу... Заканчиваю уже Пайо. Ещё какой-то крем. В общем, я думаю, блин, ну уже... Отдавать я тоже никому не могу, чтобы он стоял там год. Ну, там у него без шансов. Слишком много всего стоит, что надо и протестировать, и закончить. Но он крутой. Он действительно крутой. И если что-то ищете, я могу порекомендовать. Ну, как всегда, я перебирала косметику. И по-любому в ближайшую неделю буду перебирать, если будет время. Выкинула такую базу от Maybelline. Она у меня давным-давно, BabySkin. Я помню, что был бум. Все привозили её из Таиланда. Потом она появилась у нас. Возможно, конечно, это, ну, другая версия, более адаптированная. Но суть в том, что я купила обычная силиконовая база ни о чём. Я вообще сейчас последние тоже пару месяцев перестала пользоваться силиконовыми базами. Вообще наносить куда-либо их. Пользуюсь, единственное, Эрбориан. Такая Глоу есть. И Вайкен тоже. Как называется это? Господи. Ну, тоже, в общем, мерцающая, подсвечивающая. И я наношу только носку. Всё. Чтобы как-то освежить своё лицо. Больше никуда базы я не наношу. Ну, как-то вот так вот я решила. Вот такая собака за окном смешно идёт. Так. Скраб. Любимый. Лица отшелушивающий. Clear Skin by Avon. Это то, что я люблю от Avon. И то, что я уже неоднократно заказывала. Да, и вы иногда сами присылают подарки на обзор. Последняя моя рассылка корейская. Я выставляла фото. Панда ко мне в офис приезжала. Но в офисе нет такого, что я там что-то прошу у них. Сама, в общем, заказываю. Очень мне этот скраб нравится. Свои деньги. Он стоит где-то 200 рублей. Что-то такое. Может чуть меньше, может чуть больше. Уже не помню. Идеальный. Он очень круто холодит. У него хорошие частички. Они не мелкие, не крупные. Они травмируют. Но они очищают. Потому что многие скрабы, ну, просто что-то сделал, что-то не сделал. Ну, ничего, как бы, никакой разницы. Так, ищем место. Чистая линия. Идеальная кожа. Гель или умывание. Очень нравится. Он супер бюджетный. Но он, вот смотрите, сейчас. Он вот такой вот с помпой. Безумно удобный. Не скажу, что супер экономичный. Но его хватит вам на месяц, на два. Может быть, кому-то больше. Я обычно много продуктов расходую. Вот. Ну, все приятно. Он действительно нежный, не сушен, не стягивает запах. Все в нем классно. Все в нем здорово. Прям вот. Опять с плюсом. От NYX. Powder Blush. Известные, легендарные, тауповые. Тоже 100 лет. Срок годности у нас прошел еще в 2017 году. Но я не сдавалась. У меня просто лежит уже новая версия. Я вот тоже как могла каждый день. Ну, вот так вот. Я думаю, что там, на самом деле, немного уже вот видно. Рельеф-то видно. Нравится. Хороший, красивый оттенок. Ну, я думаю, что все про него все знают. Вот такая была старая версия, если вдруг ты не видел. Так, отодвигаемся. Места-то не хватает. Простилась с тональным кремом. Nude Illusion от Catrice. Ну, вот. У Catrice есть очень классный и есть очень не классный. Вот с этим как-то не пошло дело. Просто вот плохо выглядит на моей коже. Возможно, он подойдет. Не знаю, у кого там. Не знаю. Не буду советовать, у кого какая кожа. Просто на мне плохо. На мне почему-то даже самый светлый оттенок. Может быть, есть 0.0. Но обычно 0.10 не подходил. Выглядит некрасиво. Никакого нюта, никакого иллюжина. Нет. Аромат. Вы представляете, я закончила аромат от Ифраше. Это была груша и какао. Но я, конечно же, использовала дома. Просто ароматизировала свою комнату. И вообще, знаете, такой аромат новогодний. Сейчас у меня земляничка или клубничка от Браккард. Ну, в общем, я такими ароматами от Ифраше я могу пользоваться сама. Ничего против не имею. Но я все-таки люблю что-то более стойкое, что-то более запоминающееся. Если мне было 14-15 лет, я вообще пищала бы от восторга. И тогда пищала. У меня и были ароматы от Ифраше. Особенно я любила кокосовый. Ну, в общем, они хорошие. Но я вот их больше люблю для помещений. Поэтому тут уж пожелания. Ну как? Рассталась с такой маской. Это продюсер Влитуаль. Янни Скинкер. Блок Вайлит. Хорошая очищающая маска. Но тоже делала зачистку. Поняла, что она у меня довольно давно. Надо использовать новое. Но я раз в 6-7 ее делала. Она хорошо очищает. Она... Что по составу-то не помню. С каолином. Конечно же, тут написано, что черный древесный уголь, белая глина, экстракт, чай, цинк, масло жуба. Ну, наверное. Хорошая очищающая. Тут написано, что сужает поры. Но не могу сказать. Не замечала. Но из бюджетных для очищения. Берем. О, боже. Я нашла тут еще одну палетку Диор. Вот это я разошлась. Да, оказывается, я еще одну палетку решила выкинуть. Но тут сами видите. Тут как бы... Ну, что тут уже использовать. Во-первых, ей тоже опять-таки 100 лет. И вот это, например, подводка. Она уже ничего не красит. Давно засохла. Давным-давно превратилась в камень. Блестки эти тоже ни о чем. Сейчас покажу. Они и были ни о чем, и остались ни о чем. Ну вот. Ну такая, ну просто вот-вот. Просто никак. Это кремовая база. Тоже ни о чем я никогда не пользовалась. Вот она тоже какая-то бесцветная. В общем, единственный оттенок. Точнее, два. Вот розовый был мой любимый, красивый. И вот этот серо-фиолетовый. Но уже эти тени тоже стали очень плохо переноситься. И вы вроде краситесь, краситесь, краситесь. А глаза у вас все равно не накрашены. Ну, в общем, это бред. И, конечно же, ну... Конечно же, мы прощаемся. Надеюсь, что сейчас не будет негативных комментариев. Вали из этого, кидаешь в палетки, где его арты, что? Но я вам объясняю, что очень много лет. И они уже просто... Ну все, все. Их срок и служба закончились. Дальше гель. Это смывка. Makeup Rimor. Для глаз и губ с... Что? Не знаю, что значит. Органик оливфрут. Оливковые фрукты? Что? Оливковые плоды? Не понятно. Вот это вот как это? Оливки понимаю, фрукты понимаю. И оливки, и фрукты. Короче, а может, тут по-русски есть? Не знаю, нет. Нормальная была смывка. Это бренд Seventeen. Но, по-моему, она, ну, как бы, довольно дорогая. Поэтому не могу рекомендовать за такой маленький объем. В целом, неплохая. Я просто не фанат двухфазных. Для тех, кто любит двухфазный, конечно, ваш вариант. Туши Seventeen. Это, кстати, все в одной рассылке было. Глэм. Вот так она выглядела. Хорошая тушь, хороший объем, хорошее разделение. Но довольно быстро засохла, застыла, засохла. Но месяц-два все равно прослужила. Мне понравился ее дизайн. Так она выглядит. Диздорант от Adidas. Хороший. 72 часа. Классно защищает. Классно пахнет. Мне он нравится уже. Не первый раз он у меня. И, по-моему, да. Сейчас уже один закончился. Я даже не стала класть его в пустые баночки. Давайте быстро по маскам. Насколько я помню, ничего плохого не было. Маска для лица и уход за порами. Вот такая розовая. Дальше чайное дерево, успокаивающее. Ну, это все, конечно, из этого. Из подружки. Это вообще моя любимая. В принципе, эта серия, не знаю, мне очень нравится. Вот они тут есть, там, уставшая, после вечеринки, еще какая-то. Не знаю, в чем особая разница, кроме цвета и картинки. Но вот само качество она понравилась. Такая была с жемчужинками. Мороженое. Вот эта, по-моему, мне не понравилась. Она была липкая. Вот эта вот. Дизайн красивый. Вообще, часто и много, конечно, попадается липких масок. Приходится сразу умываться. Очень приятно удивила маска Тейвен. A New Essential. Не знаю, что, наверное, сколько она стоит. Возможно, дорого, и оно того стоит. Если она стоит 100-150 рублей, конечно, надо брать, вообще, мешок. Прям хорошо работает, удобная. Кожа была очень приятная. Масочка с Open Glory мне присылали из Великобритании. Витамин С. Да, кожа. Вот ее просто я не так давно делала. Кожа прям сияющая. Но она немножко маслянистая, как бы, оставляет. Еще я после себя, конечно, нужно умываться. Еще одна желтая маска, видите, я фанат. И была вот такая с Мона Лизой. Ну, кстати, по-моему, Мона Лиза мне не очень понравилась. Красивый тоже дизайн, но вот. Уже я почти полчаса обещаю. Тут, на самом деле, очень еще много банок. Даже не знаю, как поспекать. Давайте еще пару покажу и оставлю часть. Далее крем для рук Baby Powder. Очень понравился. Продается тоже в подружке. Слушайте, ну, по-моему, все из подружки в основном. Стоил 135 рублей. Здесь немного, да. Здесь всего... 20 грамм. Но аромат безумно приятный. Да и увлажняет неплохо. У меня прям вот... И форма. Не знаю, такая классная. Любимый тон от Artesage. Лучший. Это must-have всех времен народов, как я люблю говорить. За 200-300 рублей. Он идеальный. Мне он напоминает Estee Lauder Double Or Light. Только совершенно с другие деньги. В 10 раз, в 12 раз дешевле. Рекомендую вам попробовать именно устойчиво, если вы вдруг еще не пробовали.